В последнее время все чаще в СМИ всплывает информация, из которой понятно, что герцоги Сасакски отчаянно пытаются наладить взаимоотношения с британской королевской семьей. Все по списку. Гарри и Уильям прекрасно общаются в Zoom. Кейт посылает сообщения и подарочки для Меган и ее новорожденной дочери. Меган высоко оценила Кейт при их первой встрече. Королева Елизавета II с нетерпением ждет Сасаксов с детьми, будет рада вновь увидеть правнука Арчи и впервые увидеть правнучку Лилибет, названную в ее честь. Список прекрасен, но похоже, что все это существует только в воображении Меган Маркл и ее команды пиар-консультантов. А на поверхность всплывает правда. Никакого желания помириться с королевской семьей и протянуть оливковую ветвь БКС у Сасаксов нет. Есть простой расчет. Гарри и Меган прекрасно понимают, что они интересны публике по обе стороны пруда, исключительно как члены британской королевской семьи. Сами по себе они никто, звать их никак и причастность к БКС – это их кормушечка. Именно поэтому сейчас в СМИ, судя по всему, с подачи и за деньги самих Сасаксов. Педалируется тема встречи Гарри и Меган с королевой Елизаветой II, чтобы представить ей правнучку Лилибет, а прицепом о том, что Сасаксы намерены окрестить дочь в Великобритании, в Виндзоре, с соблюдением всех правил англиканской церкви и королевской семьи и даже в присутствии членов королевской семьи. Но в то, что Сасаксы желают примирения, верят немногие. В частности, редактор-консультант издания Daily Mail Эндрю Пирс сообщил мэйл Уэспелис Конфиденшал, что вопрос заключается исключительно в поддержании актуальности Гарри и Меган. Сасаксы знают, единственное, что они могут продать это их связь с самой известной женщиной на планете королевой. Вот почему они отчаянно хотят ее увидеть. Все дело в продукте Гарри и продукте Меган, которые без связи с ее величеством и королевской семьей не актуальны. Редактор дневника Daily Mail Ричард Идден согласился, заявив, что встреча заявлена просто потому, что Гарри и Меган нуждаются в ней. Им нужно поддерживать эту королевскую связь. Без нее Сасаксы не существуют. Г. Эндрю Пирс также предупредил, что королевская семья может столкнуться с тем, что будут разнообразные версии о просьбе об этой встрече. Поверьте, не пройдет и нескольких дней, как мы услышим и версию из Америки, и из Букингемского дворца. Королевский редактор Daily Mail Ребекка Инглиш заявила. Она уверена, что в ближайшем будущем встреча королевы и Сасаксов состоится, но, если это и произойдет, это будет очень частный семейный праздник. Тем не менее, я думаю, все понимают, что это будет довольно неловкой встречей, учитывая все, что произошло за последние пару лет. Но, конечно, никакие официальные лица не вмешиваются. И я считаю, они знают, что это действительно могло бы привести Гарри и Меган в замешательство, если бы они так поступили.